Так, стейки уже жарятся, теперь сюда давай, так, сюда немножечко угля, стейков, и вот сюда тоже свининки положим. О, кстати, всем привет, ребят, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё видео. Сегодня я решил сделать себе немного покушать, ведь я только проснулся, как в реальной жизни, так и в Майнкрафте. Я вот тебе немножко шарю стейков, так сказать, перед работой, сейчас покушаем, ребята, и пойдём на работку ранним утром. Сегодня я не то, что не проспал, ребят, я даже встал очень-очень рано, это, наверное, слышно по моему сонному голосу и по тем движениям, которые я делаю в Майнкрафте, всё-таки какие-то неестественные, рука трясётся, потому что, ну, так сказать, просония. Ладно, окей, ребята, всё, я всё, собственно, пожарил, ну давайте ещё немного возьмём, всё, ладно, хватит, пусть там дожаривается, а тем временем, ребята, мы идём на работу фермером. Всё, отправляемся, дверь закрываем, и... Ох, ребята, какой же такой прохладный ветерочек дует с утра, ух, просто прекрасно. Так, ладно, давайте собирать морковушку, так, собираем её всю, угу. М-м-м, ребята, сегодня у нас, так сказать, обычный самый фермерский день, сегодня мы не должны там ничего делать, что-то подменять, мы сажаем так, как всё есть. Мы сажаем там, где была морковь-моркошку, там, где была картофель-картошку, там, где была пшеница-пшеницу, собственно, всё как обычно, ребята. Самый обычный день, который не предвещал никакой беды, казалось бы, но надеюсь, ничего сегодня не произойдёт. Так, убираем эту грядочку тоже, всё сегодня мы сделаем абсолютно всё, хотя, знаете, нужно вот посмотреть, сегодня мы будем делать все грядки или не все, но та, по крайней мере, она очень сильно заросла. Так, давайте вот это вот ещё соберём. Сегодня, ребята, нужно, конечно, как можно лучше обработать все грядочки, но я сомневаюсь, что у меня на это хватит сил, потому что... Ээээээ, я хочу спать, что-то сильно очень. Так, давайте займёмся теперь ещё вот этим, это у нас пшеничка. Пшеничка, так, убираем пшеницу отсюда и засадим, кстати, в этом году, ребята, вот в этом году пшеница что-то у нас, ну, такая себе, нужно за пшеницей больше ухаживать. А давайте тогда уже все-таки подменим вот заместо этой картошки сюда сейчас посадим пшеничкой, потому что пшенички у нас и так мало в городе, но зато будет где-то хотя бы побольше пшенички. Все, пшеница у нас растет, отправляемся, ребят, теперь на следующие огородики, ух ты, магазин, е-мое, ребят, смотрите, если что, это, ребят, у нас магазин местный, в который уже, ну, не знаю, наверное, миллион лет никто никогда не ходит, потому что там покупать нечего, не соблюдены все нормы, там, санэпиденстанции или как это называется. Ну, короче, ребят, там очень плотина ситуация, никто туда не ходит вообще закупаться, все, если кому-то нужно, либо выращивают у себя, либо они ходят в город за продуктами, но мы, ребята, там не закупаемся, потому что там реально очень-очень грязно, и никто туда не хочет ходить, и там, я не понимаю, почему не убираются, настолько жители беспомощные, ну, конечно, ребят, такое бывает. Эй, Компот, Компот! Да, да, чё такое? О, привет, житель, чё ты хотел у меня спросить? Компот, я хозяин, хозяин вот этого вот магазина, я слышал твой разговор про то, что к нам не ходят из-за этого, я даже не понимал, почему к нам не ходят, это оказывается вот из-за этого? Да, житель, ты абсолютно прав, к вам не ходят из-за того, что у вас грязно, нет продуктов, вообще отстойно, в принципе. Компот, Компот, а может я тебе там сплочу, ну, изумрудику скажем, так, 30, и ты там сделаешь хороший ремонт, дашь пару советов. 30 изумрудов? Вы за кого меня принимаете? 35. 35. Хорошо, я согласен, с этого и надо было начинать. Ладно, житель, сейчас я приду. Ребята, вы слышали это? Меня позвали сделать ремонт в магазине, сказали, чтобы я там у них убрался, собственно, всё сделал. Давайте реально им полный такой ремонт в магазине забабахаем, красивый, так сказать, как было и как будет. Всё, ребят, я, собственно, закончил все огороды, пойдёмте сложим это всё, собственно, домой и начнём заниматься, ребят, магазином. Я не знал, что меня житель попросит сделать ему ремонт в магазине, я потому что и не против, как бы. Так, складываем это всё сюда в сундук и отправляемся, ребята, делать ремонт в магазике, в магазике, в магазике. Так, это что у нас? Ну, давайте, ребят, что ж, зайдём в магазины. Ё-моё, офигеть, а в сундучках чё? Офигеть, а тут? А это вообще не открывается. Короче, всё, что осталось в магазине, это какой-то фанфурик непонятный, который разлит вообще яблочки немного, нездоровые какие-то. И морковь, видимо, тоже не очень здоровая. Ладно, окей. О, ну, пирог остался, пирог вроде ещё нормально выглядит, да, ну, вроде нормальный. Ну, короче, я так понимаю, вот тут когда-то продавались продукты, ребята, это вообще неприемлемо. Поэтому, жители, я вас прошу покинуть помещение, покидайте помещение, потому что тут сейчас будет производиться профессиональный ремонт. Итак, ребят, давайте решим, что нам нужно поменять в этом магазине. Мне кажется, тут нужно поменять всё, и для начала нужно убрать отсюда всё. А именно эту паутину, так, убираем её, убираем, 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 и эти сундуки нам, ребят, тоже нужно всё убрать. Боже мой, какой же вкусный пирог, и нам-нам-нам-нам-нам. Всё, я его съел, поэтому мы всё это убираем, ребята, всё. У нас получается голый, чистый, пустой магазин. Итак, что мы должны сделать в нашем магазине? Во-первых, мы находим вкладку с магазинами. Она у нас где-то вот здесь, и вот она окажется с магазинами, да, ребята. И не забываем про кассу, если, конечно, получится сюда установить. Так, не, я хочу вот этой вот стороной вот так вот, её вот так вот установить. Вот так вот, ребят, давайте поставим её. Во! Всё, ребят, готово. Теперь тут житель сидит, и он может пробивать, так сказать, и отдавать людям. Блин, прикольно, ребят. Касса у нас уже стоит отлично, хорошо. Что ещё нужно сделать в магазине? В магазине должен быть очень красивый пол. Я предлагаю вам сделать пол в шахматном стиле. То есть, вот таким вот, ребятка, образом. Так, блин, что я сейчас сказал ребятку? Очень странно я сейчас сказал. Ладно, хорошо. Сон даёт о себе знать, так сказать. Всё, давайте всё ставим назад. Хопа. Блин, выглядит круто, но вот этот житель, который хочет зайти, меня очень сильно раздражает. Поэтому пошёл бы он в задницу. Так, хопа. Теперь ставим сюда вот обычные блоки. Вот такие чёрные. Вот уже магазин становится, так сказать, красивым. Вот уже начинает выглядеть красиво. Хотя мы толком-то, собственно, ничего и не поменяли. Да ё-моё. Мне там нужно блок поставить, ребята. Хопа. Всё, блок стоит. Отлично. Всё, давайте вот так вот закроемся. Ага, всё. Мы уже практически с вами всё сделали. Да, ребят, не поверите, но это реально уже практически всё. Что мы ещё с вами должны поставить? Конечно же, витрины. На витринок у нас должен быть самый такой, так сказать, большой ассортимент. А именно красные, сочные яблочки. Дальше бананчики вкусные, сочные бананчики. Блин, что-то бананов захотелось очень сильно. Так, дальше, что нам ещё нужно? Давайте поставим золотые яблочки. Да, зачарованные которые. Помидорчики, почему бы и нет? Салат, это же салат, да ладно. Пусть будет салат. Пусть будет вот этот джем в банках. Это же джем, да? Вот рис пусть будет тоже. Рис, почему бы и нет? Рис пусть будет всегда. Так, что ещё я хотел? Я хотел поставить сундучков сюда. Сундучки тоже нужно, чтобы жители туда складывали продукты. И также нам, ребята, ну просто вот необходимо. Вот без них никак. Так, книжные полочки. Где они? Здесь они в моде у нас, я так понимаю, библиокрафт. И нет, это не библиокрафт. Я уж подумал, это библиокрафт. Так, так, так. И тут нету ничего ровным. Что там? Да, ребята. Кажется, не будет у нас наших любимых, так сказать, полочек из библиокрафта. Да, кажется, я вот это посеял. Его, кажется, не буду. Либо я не вижу, потому что я сонный. Ладно, окей, забьём на него. Давайте лучше расставлять вкусные помидорка, вкусные яблочки. Так, вот давайте сюда листья салата, так сказать, шпинатик поставим. Ага, вот так уже не получится. Окей, понял. Надо сюда тогда сундуки размещать. Вот так, хопа. И вот так вот. Ага, сюда тоже не получится. Ладно. Окей, не просит. Тогда давайте уж джем размещать. Почему бы нет? Джем и рис. Вот так вот давайте. Хопа. Отлично. Дальше сюда мы поставим бананчики. Вот так вот. Хопа. Готово. Бананчики стоят. Дальше сюда мы поставим два сундучка. Дальше сюда мы поставим помидорчики. Дальше сюда мы поставим листики салата. А хотя зачем? Нафиг нам оно надо, ребят? Если мы можем ещё бочки поставить, про которые я совсем-совсем забыл. Так, сейчас мы возьмём все бочки, которые у меня есть. Вот они, эти все бочки. И давайте их красивенько расставим. Хопа. Уже, ребят, красивый, реально прикольный магазин, который реально прикольно смотрится. Смотрите, тут реально уже есть всё. Хух, ребята. Ну, в принципе, ремонт по большому счёту готов, но не забываем про освещение в магазине. Освещение в магазине всегда должно быть хорошее, прекрасное и прикольное. Так. Хопа, 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 хопа и хопа. Всё, ребят, отлично. И вот так вот расставляем светильнички. Всё, ребят. Всё, магазинчик-то у нас готов, магазинчик-то у нас прекрасненький, магазинчик-то у нас готов, также не забываем, кстати, рамочки развесить, рамочки это просто необходимо, и туда поставить то, что мы будем там продавать. Вот, например, я хочу, чтобы у нас продавалось 1, 2, 3, 4, 5, давайте, 6, 7, вот так вот, пусть продаются все сеты, если, конечно, они сюда влезут. Так, хопа, и 1, 2, и 3, всё, как раз, ребята, как раз всё, влезло, и магазин-то, ребята, вот теперь точно у нас готов, всё, пусть жители все заходят, радуются, смотрите, магазин реально готов, можно даже на улицу, знаете, повесить рамочек пару, смотрите, вот берём, хопа-хопа, хопа-хопа, и сюда разместить какую-то еду, например, у меня тут есть вкладка на еду, а уже нету, понятно, понял. Ну, ну, смотрите, короче, возьмём, допустим, хот-дог, тортик, печенье, давайте арбузик возьмём, и разместим это всё вот тут, вот так вот, хопа-хопа, всё, ребята, магазин готов, так, где там вот этот вот хозяин, мне нужно его, ребят, найти, и, так сказать, стрясти с него 35 изумрудов за то, что я сделал ему ремонт в магазине, ребята, а как вам наш новый ремонт, как было лучше, раньше или сейчас, по мне так, лучше сейчас, и красивее, больше ассортимент, теперь жители сюда точно будут ходить, ребята, ладно, окей. Я пойду, собственно, отдохну немного, и, наверное, даже, скорее всего, посплю, а вам, ребят, я желаю удачи, так сказать, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, а я пошёл сначала искать жителя, который мне должен изумруд, за то, что я сделал ремонт в его магазине, а затем, ребята, я пойду отдыхать. Ладно, спасибо большое за просмотр, с вами был я, Компот, всем удачи, ребята, спасибо, и всем пока.